Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать, рада с вами познакомиться. Меня зовут Наталья Рощина. Я дипломированный диетолог и нутрициолог не только для взрослых, но и для детей. Сейчас я еще учусь в МИИН на кафедре ведения беременных. Я специалист, эксперт по здоровому образу жизни, по желудочно-кишечному тракту и, самое главное, функциональное питание. Я эксперт по функциональному питанию. Это большой-большой пласт науки, это эпигенетика. И сегодня в рамках нашего, так сказать, вебинара я не хочу много тратить время, и чтобы нагружать вас. Если будут какие-то вопросы, вы задавайте в чате, в личке, как вам удобно. Я сегодня буду говорить про иммунитет. И не просто так я сделала заставку именно витамина Д3. Хотя иммунитет начинается у нас с кишечника. Может быть, кто-то об этом не знал, но именно наш микробиом, отвечает за наш иммунитет. Но сейчас, когда огромная, большая возможность с такой хорошей скидкой купить замечательный витамин Д3, я буду плясать около него. Потому что витамин Д3, его называют, мы, нутрициологи, называем его как прогормон. Почему? Потому что именно витамин Д3, если его количество маленькое в нашем организме, то запускается целый каскад нездоровых реакций. В первую очередь, он иммунобустер. Что такое иммунобустер? То есть, если мало в нашем организме витамина Д, то у нас будут неполноценно работать наши Т-клетки, киллеры, которые будут, вернее, их задача выявить чужаков и убрать из организма. И чужаки – это могут быть токсины, вирусы, это могут быть аллергены, которые для нашего организма тоже как чужаки. И, например, витамин Д3, все знают его функцию, он отвечает за кости. Почему у детей развивается рахит? И мы сейчас можем видеть людей, у которых моего поколения, даже чуть моложе, у которых ноги неровные, такие полукруглые. Но и в наше время очень много деток появилось именно с мягкими костями, у которых идет деформация не только черепа, но и костей всего организма. Потому что Д3 отвечает за принятие костной системы кальция. И без толку пить кальций, и даже очень опасно. Люди по незнанию это делают, то есть принимают кальций, потому что это полезно, потому что кто-то сказал. Потому что говорят, что кальций от остеопороза. Я могу сказать ха-ха-ха, потому что если вы будете принимать кальций в взрослом возрасте и думать, что от этого лучше станут ногти, лучше станут волосы или уйдет остеопороз, то это ошибка. Это миф, это трагедия для многих людей, потому что идет закальционирование суставов. Что это такое? Появляются остеопорозные бластеры, разный песок в почках, камни в почках. Закальционирование идет суставов, то есть они начинают хрустеть и так далее. Но самое главное, закальционирование идет и мышцы. Могут быть судороги, могут быть боли непонятные в мышцах. Люди будут бегать по врачам и не понимать, что с ними происходит. Ни один доктор практически не дает сдать анализ на витамин D3. Если он ниже референсного значения, а это 65, то есть если вы получили анализ не суммарный, а именно 25 OHDT3, то и вам показывает 20, 10. У меня приходят клиенты, у которых меньше 10. Это тотальная нехватка витамина D3, его надо поднимать. И только когда мы доведем его до 65 показателя, тогда он начинает воздействовать правильно. То есть он заводит кальций туда, куда нужно. И будете ли вы кальций получать из молочных продуктов, будете ли вы дополнительно его принимать, или есть, например, зеленые овощи, в которых очень много кальция, он будет поступать прекрасно в ваши кости, в ваши ткани, там, где ему нужно. Но мы будем говорить сейчас не о кальции, а опять о витамине D3. Люди очень много мучаются с симптомами недостаточности работы щитовидной железы. За ее работу тоже отвечает D3. И бестолку бежать к эндокринологу и сдавать анализы на ТТГ, Т3, Т4, если у вас D3 низкий. Сначала начнется с этого, и щитовидная железа начнет работать. Также и гормоны. Все половые и стероидные гормоны связаны с витамином D3. И вот так получается, что без толку делать заместительную гормональную терапию, без толку жаловаться на потливость, на климакс приливы, на ПМС. Многие даже не представляют, что жизнь без ПМС, она существует. И молодые девушки ко мне обращаются, вот болит живот, тошнота, повышение веса до 2 килограмм во время перед менструацией, или, например, боли, грудь начинает болеть. Все это признаки ПМС. И при нормальном D3 это все уходит на нет. И самое главное, что восстанавливается баланс между прогестероном, тестостероном и эстрогеном. То, что нам нужно. Потому что половые гормоны, мы, зависит от них, например, от эстрадиола, наш женский половой гормон, зависит сияние кожи, зависит эластичность кожи, выработка коллагена, наше сияние глаз, наши слизистые, наши либидо, наши морщинки. Мы бежим лечить морщинки. На самом деле у нас не хватает половых гормонов. И корень D3. Представляете, как все связано? Работа щитовидной железы, я вам сказала. А еще у нас есть пара щитовидной железы. И они целиком тоже зависят от D3. Ну и поговорим о том, что у многих из нас есть бабушки, есть мамы преклонного возраста. И часто деменция, которая может отравить жизнь не только самой обладательницей деменции, но и всем родственникам. И ноги растут опять от нехватки витамина D3. Когда мне начинают жаловаться, вот у меня мама там начала все забывать. И мой первый вопрос, как у попки дурака, один и тот же. Уровень витамина D3. Сколько вы его пьете? Сколько вы маме даете? И обычно вот такие глаза говорят, ничего не даем, никто нам не говорил, ничего не знаем. Вот теперь знайте, с этого надо начать. Или вы идете, сдаете витамин D3 или вы пьете минимум. Поддерживающий минимум – это 2000 международных единиц. В двух каплях D3 сибирского здоровья содержится 400 международных единиц. Значит, нужно выпить 2 капли, чтобы… 10 капель. Правильно я рассчитала? 2000. А кому нужно поднимать? Поднимать. Поднимаем мы 4-5 тысяч международных единиц, мы пьем. Тогда нужно 20 капель ежедневно во время еды или завтрака или обеда, тогда, когда мы едим жирную пищу. Но на что еще влияет D3? Вот давайте так поговорим. Он влияет на оксидативный стресс, а это стресс, который получают наши клетки от всего. То есть мы говорим окислительный стресс. Поели мясо с корочкой – получили. Накрасили ногти лаком, пошли на педикюр, маникюр, получили огромнейший стресс, удар по печени, и клетки начинают паниковать. И здесь тоже может помочь бы витамин D3. Если его нет, то помощи не жди, и идет интоксикация организма. Поэтому начинают расти у нас маленькие опухоли. Сначала незначительные в виде непонятных попелом, на шее, на веках, в паху, под грудью часто. Но на шее я вообще вижу вот эти россыпи у людей. Непонятные бородавки, непонятные жировики, кератоз непонятный, да? Потом появляются миомы, кисты, появляется эндометриоз такой называемый. А все это, простите, эстроген доминирования, которые у женщин появляются именно из-за плохой работы печени. И не справится печень, не будет правильно работать, если не хватает D3. Про конъюнктивные мы уже поговорили про деменцию, но также конъюнктивные наши все функции тоже зависят от D3. Может ли человек сразу работать в трех-четырех направлениях и думать сразу над тремя-четырьмя задачами? Если у вас мама или бабушка, или, может быть, вы говорите, так, давайте решать по одной задаче. То есть наперед не планировать, не разыгрывать шахматные партии. Человеку уже трудно. Решать кроссворды, думать, соображать, вспоминать, забывать ключи, взял, не взял, что завтра будет, какой фильм смотрел, какую книгу читал. Это называется снижение таких способностей, да? И за это тоже отвечает витамин D3. Дальше мы говорим про аллергию. Если у человека аллергия, лечить ее мазюкалками, идти принимать гормональные препараты – тоже утопия, потому что аллергию быстро можно победить. Ну, конечно, питанием. Сейчас мы не об этом. Но кто бы ко мне не пришел в школу, кто бы не пришел на консультацию, первым делом и безопасным это является витамин D3, который начинаем пить сию минуту, без анализов других. Почему других? Да потому что, например, человек мне рассказывает, а я пью витамин D3 постоянно. Мы смотрим в анализах, если человек сдает анализ очень низкий, или же по опроснику, по каким-то причинам, мы видим, что D3-то его и нет. А причин много я вам уже рассказала, в том числе и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это давление низкое или высокое, это тахикардия, это когда человек устает от даже небольшой физической нагрузки, ну и, конечно, холестерин повышенный. Все это вкупе. И, например, говорят, у меня атеросклероз или у меня ишемическая болезнь сердца. А корни все в одном пока месте. Мы говорим о главном корне проблем. И тогда нужно искать у людей, а почему витамин D3 он пьет, а его так мало. Так вот, витамин D3 может не усваиваться из-за того, что у человека просто застой желчи. Или дефицит жиров, питания жиров не хватает. Также может плохо усваиваться, если в организме дефицит таких важных органических минералов, как йод, как кальция, магния. Когда мало у нас витаминов В9, В6, В12, В2. Это такая прям четверка. Потому что именно эти витамины отвечают за цикл Крэпса. Это при детоксикации, когда с первой на вторую фазу идет детоксикация. И когда нужно все жирорастворимые токсины, они именно в такой форме к нам поступают, перевести в водорастворимые. Ну и, конечно, вопрос, сколько человек пьет воды. Вот такая я коротко, но хочу до вас донести, насколько это важно. Ну и самый важный фактор, почему не усваивается витамин Д3, это лишний жир, это ожирение. Ожирение может быть тощим. У меня есть такие вебинары, когда мы говорим про тощее ожирение, когда человек говорит, у меня вес нормальный. Вес нормальный, но там не все в порядке. И, конечно, инсулинорезистентность. Именно на инсулинорезистентность влияет нехватка витамина Д3. И наоборот, вот такой замкнутый круг. Часто мы измеряем талию, и талия говорит о том, что у человека есть инсулинорезистентность. Талия у женщин должна быть не более 80 см по пупку параллельно полу. И часто инсулинорезистентность связана с работой как раз поджелудочной железы. Потому что мы ее напрягаем, а напрягать мы ее можем простыми углеводами, которые она не совсем любит, потому что простые углеводы имеют высокий инсулиновый индекс. Мы говорим про инсулиновый индекс, который заставляет поджелудочную работать за троих и вырабатывать много инсулина. Поэтому такой показатель, как инсулин, многие не знают. А именно при нормальном сахаре может быть высокий инсулин. Это тоже может говорить про инсулинорезистентность. Так вот, от нее избавиться, вернее, от нее уйти без витамина Д3 невозможно. И чтобы долго вас не утомлять, конечно, я хочу сказать, что консулинорезистентность ведет быстрыми шагами такой фактор, когда мы едим много фруктов. И сейчас время арбузов, потому что жарко, потому что их продают везде. Они созрели, и люди упиваются вот этим арбузом. И как раз я увидела рецепт, который как нутрициолога, как диетолога меня ударил в шоковое состояние, меня привел. А таких рецептов в интернете много. И вроде как их дают даже доктора, хотя доктор для меня лично не показатель. Это как сантехник, хороший или плохой. Звание ни о чем не говорит, потому что если люди дают такой рецепт, всем подряд это говорит об их неквалифицированности. И вот такой рецепт я увидела. Возьмите два куска арбуза, добавьте туда протеин и добавьте туда льда. Вы все в блендере смешайте и ешьте. Первое – это удар по поджелудочной. И если у человека есть уже инсулинорезистентность или есть другие заболевания, например, панкреатит, хронический панкреатит, то это то, что категорически запрещено вообще использовать. Лед. Любая вот такая холодная пища бьет по поджелудочной железе. А она у нас дамостроптивая. Далее арбуз. Арбуз вот так выпейте. Это предлагают не вместо завтрака, не вместо обеда, а просто на перекус. Это тоже удар по нашим микробиоте. Почему? Потому что арбуз сам по себе между едой, хотя он будет с белком, это пища для патогенов. И как бы мы ее не прикрывали протеином, ничего хорошего от этого не будет. И вот сейчас я как раз хочу закончить такой интересной темой, спросить вас, вы-то едите фрукты когда? В обед, на завтрак или на перекус? И вот здесь-то и кроется опять же наш иммунитет. И сейчас, когда идет новая волна, и люди начинают заболевать, я именно затрону эту тему. Если вдруг человек начинает заболевать, он в первую очередь должен отказаться, да-да, друзья, отказаться от сладких фруктов вообще. Ему можно, например, бруснику, облепиху, можно, естественно, клюква. Клюква – это кроверазжижающее, это витамин С, но клюкву ни в коем случае кипятком не заливать. Ее толкут водички градусов 60, не больше. Она настаивается, и вот такой морс без сахара, естественно, пьют. Клюква ни в коем случае ни в какой, ни медной, ни железной, ни какой другой посуде не толкут, кроме как это может быть обливная чаша или стеклянная лучше всего, или фарфоровая, потому что взаимодействие даже с нержавеющей сталью теряются все полезные вещества. Поэтому, если вы хотите себя поддержать вот каким-то фруктом, конечно, это лимон, это авокадо, это лайм. То, что можно без вреда для своей микробиоте и для своего иммунитета. Когда на организм наступают токсины или вирусы, организм начинает бороться со всех сторон, и ему нужна помощь. И во время любой болезни обостряются все патогены, грибы и плесень, которые живет в нас в виде дрожжевых грибов. А любые дрожжевые грибы, вы знаете, дрожжи любят сахар. Так вот, арбуз – это носитель и самая лучшая еда для вредоносных бактерий, ну, то бишь, кандиды, именно для дрожжей. И во время любой болезни их становится больше, потому что наш иммунитет и наш микробиом бывает еще и подвержен нападкам антибиотиков и противобактериальных средств. Любые противобактериальные средства и антибиотики убивают наш микробиом и дают оружие вот этой нечисти. Вот я сейчас могу сравнить это с фашизмом. То есть мы даем оружие, и голову поднимают все дрожжи, потому что любой антибиотик, будь то группа пенцилиновых, тетрациклинов или же химических, синтетических антибиотиков, которых сейчас очень много, и они самые агрессивные, они убивают все. После таких нападок антибиотиков нужно восстанавливать свой микробиом не менее 6 месяцев. Но об этом я буду рассказывать в следующий раз, потому что время у меня мало, а если есть вопросы, конечно, вы знаете. У нас есть клетчатка, у нас есть инулин, у нас есть поддержка печени, синхровитал-4. Это все идет на постоянной основе, чтобы кормить микробиоту. И вот в это трудное время, если мы будем есть еще и арбуз, то мы поднесем оружие такое, которое будет уничтожать мирных жителей, мирный жительный наш микробиота, та, которая отвечает за иммунитет. И что ей помочь? Как ей помочь? Ей помочь может витамин D3. Во время болезни первые 3 дня мы увеличиваем его дозу без риска, без риска что-то навредить 20 тысяч международных единиц. 3 дня. Потом мы снижаем до 10 и пьем это не менее 10 дней. В итоге 14 дней. Вы подпитываете свой организм, вы просто ему помогаете. В это же время у нас есть прекрасный омега-3. Я сегодня не про него рассказываю, но в схеме противовирусной у нас омега-3 3 грамма в день. 3 грамма. Просчитайте, сколько капсул мы должны выпить. Это обязательно. Это обязательно, потому что именно омега-3 помогает нашим мембранам. Это прекрасные, хорошие жирные кислоты, полезные, без вреда, что они превратятся, не туда пойдут. Они пойдут туда, и в первую очередь этот омега-3 нужен нашим легким и бронхам, потому что авиолы легких, их мембраны как раз нуждаются в омега-3 и вот в жирных кислотах. Это второе. И, конечно, витамин С. Про витамины В я буду умалкивать, потому что бездумно их пить ни в коем случае нельзя, если развит микробиом, вот именно патогены. Патогены такие хитрые, они едят с удовольствием и железо, и бэшечки, как я говорю. А вот жирорастворимые нам в помощь. Жирорастворимые витамины – это А и Е. И во время болезни они тоже требуются в повышенном количестве. Поэтому то, что написано у нас в рекомендациях, вы смело умножайте на 2 и во время любого заболевания, пожалуйста, используйте. Я быстро постаралась вам раскрыть все небольшие тайны. И еще хочу напомнить и задать вам вопрос, как вы относитесь к фруктам. Потому что фруктов не может быть много. Ягод, полезные ягоды, мелкокосточковые, можно есть в день не больше 200-300 грамм в день. Здоровым людям, детям 400. Если это фрукты, то их не больше 200 грамм в день для здорового человека. Еще раз говорю, для здорового. Но как только человек заболевает, он начинает пить соки, особенно покупные, этого делать нельзя, пожалуйста. Если вы хотите свой организм поддержать, то да, для этого есть прекрасный протеин, это белок и нужны жиры. Поэтому во время заболевания снизьте нагрузку на печень, а на печень нагрузка это как раз фруктоза, которая содержится в ягодах и фруктах. И ни в коем случае никаких арбузных вот таких коктейлей. Арбуз вообще надо обходить стороной. Про арбуз я могу говорить много, но это тот триггер, который может показать, какая микробиота у вас живет. И напоследок я вам предлагаю, если у вас есть арбуз, сделать арбузный тест. То есть между едой съесть два больших куска арбуза и понаблюдать. Понаблюдать, что будет у вас с весом на утро. Посмотреть стул, какой будет. Измерить талию до того, как вы съели арбуз. Измерить талию как раз через 3-4 часа после того, как вы его съели. И посмотреть на изменения стула, газообразования, налета на языке. Появится ли слизь из носа утром. Какие будут вздутия, не вздутия, урчания, не урчания. Ну и, как я сказала, проверить свой кал на наличие остатков арбуза. Это очень важно. Конечно, хорошо проверить, если у вас есть акучек и свой сахар. И вы поймете, какую нагрузку вы даете на свой пищевой тракт. И какую нагрузку даете для микробиоты, для своей микробиоты, для своей поджелудочной. И самое главное, какую подмогу вы делаете к кандидозу. Потому что, если у вас утром обложен язык белым налетом, который можно счистить ноготком, то можете себе точно сказать, что у вас есть кандидоз. Если, конечно, есть перхоть, если запах пота, если ноги невкусно пахнут. Про грибок я молчу, это, естественно, есть кандидоз. И другие симптомы, например, когда утром встают, часто вижу у детей уголки глаз. Вот хочется протереть, там что-то собралось. Когда из носа утром слизь. Это все говорит о кандидозе. Ну и, конечно, частые ОРВИ, заболевания рта, горла. Когда болит горло, когда воспаляются аденоиды, это стафилококки. Это все относится к кандидозу. Это патогены. Итак, друзья, много я вам наговорила. Надеюсь, наши встречи будут постоянными и частыми. И это все зависит от вас. Я хочу услышать те вопросы, которые вас больше интересуют, чтобы я могла построить более интересную беседу именно для вас. А не то, что я вам хочу рассказать. Поэтому, друзья, в чате все, что вас интересует, напишите. Я могу отвечать сходу на любой вопрос. Всегда быть на связи. И с вами ваш нутрициолог Наталья. До свидания, мои дорогие. Желаю всем здоровья, разумного отношения к себе, осознанного отношения к себе и, конечно, пожелания. Именно сейчас идет прекрасная скидка на витамин D3 хорошего качества и омега. Поэтому не забудьте положить себе в корзиночку его и купить. А уж если что-то, какой-то будет вопрос, задавайте, не стесняйтесь. Я всегда на связи. Ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok